Всем привет! Сегодня мы копаем с Женей. Вот в таком месте мы копаем. Хожу с Деосом 2, а Женя ходит с Гарретом Ат и Голд. Сосенки растут. Погода замечательная, солнышко, тепло, сезон открыт. И у меня первая монета. Это 15 копеек щитовик 1932 года. Материал медно-никелевый. С СССР. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Нашла вот какую-то монетку. Она очень маленькая. Похожа на ВРПшку или полушку. Но она убитая. Нечитаемая монетка. Вот прозвучал сигнал. Выкопала и полчаса искала. Уже хотела бросить. Но хорошо, что нашла. Смотрите, какая штука. Такая красивая. С зеленым камушком. Интересно, что это такое могло быть. Сережка или подвеска какая-то. Ну, это что-то старинное. Майского жука выкопала. Еще не проснулся, спит. С добрым утром! Сейчас сигнал у меня был такой монетный. И выпала мне вот такая красота. Это одна копейка капусты. Александр Первый. По-моему, это 1814 год. А Женя нашел серебро. Такую интересную штучку. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот такая штучка серебряная. Не знаю, да, что это такое было. Сережка или накладочка. И здесь даже проба есть. Вот, смотрите, здесь проба. Вот такая красота. Женщик нашел. Вот из этой ямы опять у меня сигнал. Классный. Смотрите. Конечно, сохран не очень, но это одна копейка. Павел Первый. О, Женя, там тоже что-то. Пошли монеты царские. Смотрите, сколько пуль Менье мы с Женей нашли. Гора. И там, не представляете, сколько. Мы уже ушли, надоело копать. Все они такие большие. Старина. О, какими пулями раньше убивали. Не сосчитать. А это от винтовки Мосина. Вон она как, Света. Смотри, прямо сверху. Прямо у ямы валяется. Без металла скачет. Монета. Да. Вот, смотрите, Женя нашел. Всем привет. Приехали мы на урочище. Думали, здесь еще не было комрадов. А уже вперед нас, наши друзья. Приехали и все перекопали. Одни ямы кругом. Вот, видите, здесь яма. Вон, вон, одни ямы. А у меня сигнал тоже. У Жени сверху монета. Одна копейка, тысяча семьдесят пятый год. Одна копейка. А у меня советик. Ой, сейчас достану. Две копейки. В ихней яме в луже помоем. Вот так с эквеноксами-то как ходят. И пропуски делают. Да. Две копеечки. Герб старого формата. Ну, мы-то тоже, значит, найдем. Не все тут с вениками выкопали. Нам тоже достанется. А мы-то думали, что мы первые. На улице красота, тепло. Только копать. Небо, посмотрите, какое голубое-голубое. Ни одного облачка нет. А это старинные, старые дубы все стоят. Я уже вам говорила про эту деревню. Мы в том году здесь ходили, искали. Нашли серебро, монеты, крестики. Ну, разные были находки. И поэтому решили в этом году опять проверить. Потому что я хожу с Деосом 2, а Женя ходит с Гарретом Ат и Голд. И уже монеты 2 нашел. Вот так вот. Как говорится, выбитых мест не бывает. Вот он, Женя, ходит. Ну, будем искать дальше. Зашла я вот в такие кусты. Тоже здесь находки встречались. И здесь еще не копано. Вот яма у меня. И посмотрите. Наперсток. И весь целый. На пальчик одевали и шили. Или что-то штопали. Латунь. Посмотрите, здесь сколько земляники растет. Вот, все земляника. Он сюда, может, за ягодами приходит собирать. Вон сколько выходит. Вон, кругом одна земляника. Был сигнальчик. Вот у меня здесь. И у Жени там кусочки от лампадки выпали. А у меня, посмотрите, что лежит. Не знаю, что за монета, конечно, но большая. Надо ее помыть. По-моему, я ее лопатой саданула. Ну, что делать-то? Вот, смотрите. И седло. Сейчас я ее вымою и вам покажу. Вот, помыла монетка убитая. Это оказалось 5 копеек 1924 года. А я копеечку нашел. А Женя копеечку нашел. С первого. С 31-го года. Ну, ладно. Давайте дальше искать. Может, серебро попадется. Ходим здесь с Женей. Но столько здесь клещей, это просто ужас какой-то. Я 10 штук с себя сняла. Прямо сидят на ветках. Видимо, невидимо. Вот, смотрите. Сами шевелит. Ох, как мы их боимся. Ну, мы напрыскались, конечно. Но не очень-то приятно так ходить. А у меня сигнал. И выпал первый крестик в этом году. Конечно, он убитенький. Медный. Крестик-лепесток. Но все равно находочка. Вот такая. Вот там Женя вдалеке ходит. А у меня сигнал. Каниньки я сейчас редко уже снимаю. Но это просто такая красивая выпала. В патине зеленой какой-то. Изумрудной. Только что выкопала конинку. И попался сейчас сигнал. И выпало вот такое медное колечко. Маленькое, женское, обручальное. Вот мой прибор с лопатой. У меня, конечно, был сигнал. И выпала мне пуговка гирька. Медная. Она с рисунком. Но все зеленое. В окислах. Может, и чешуя здесь попадется. Раз пуговки гирьки есть. Был сигнал такой мышный. Думала, все. Питак, наконец-то, я Екатерининский нашла. А оказалось, шайба вот такая. Канина в патине. В кожу вставлялась. Ну, ладно. Ищем пятак и серебро. Вот Женя ходит. Прибором очень доволен. Очень говорит. А у меня сигнал был. Павла он нашел. Мы переехали с ним на поле. А у меня какой-то жетон. 81. Женя вот такой Павел нашел. Одна копейка. Какой год-то, Жень? 1769. 1769. Павел I. Да, еще он крестик нашел серебряный. Сейчас я вам покажу. Вот такой крестик серебряный. Жалко, что он не целый. Но он красивый. На этой стороне крест. А на другой стороне ангел. С крыльями распростертыми. Вот такая находочка. Вот сколько находок. Это за два дня копа. Ну, это мои находки. Кристик. Вот он мне отдал. Еще я ложку тут нашла. Это Женя нашел. Висюльку. Не знаю. Наверное, от сережки, что ли. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok